Еженедельно по вторникам проходит видео-совещание представителей администрации с руководителями предприятий города. 27 июля члены комиссии по чрезвычайным ситуациям в очередной раз обсудили эпид-обстановку в городе. Согласно последним данным, в ковидном госпитале находится 40 человек, ещё двое в реанимации на инвазивной вентиляции лёгких. Как видно по представленным показателям, в городе удаётся удерживать ситуацию на стабильном уровне и избегать резкого скачка заболеваемости. И всё же за прошедшую неделю коронавирус диагностировали у 32 человек. Их особых проблем нет, но пациенты, люди продолжают болеть, в том числе и тяжело, поэтому сама опасность коронавирусной инфекции сохраняется и требует ровно такого же внимания. То, что количество небольшое, да, это плюс, но по тяжести, к сожалению, бывают и очень тяжёлые пациенты. Основная сдерживающая мера против коронавируса – обязательная вакцинация работников отдельных отраслей. Но предписания главного санитарного врача некоторые организации исполнять не торопятся. Так, некоторые учреждения не вакцинировали и половину от установленных 60% сотрудников. Решением этой проблемы займутся в кратчайшие сроки. У нас деятельность в сфере торговли низкая очень по вакцинации. В сфере услуг достаточно высокая в целом мы идём. Общественное питание тоже у нас снижено, очень снижено. Общее число вакцинированных в городе приближается к 11 тысячам. На неделе ожидается поставка ещё двух партий препарата. Напомним, что в городе продолжают работать стационарные и выездные пункты вакцинации. Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ.